Я один раз знакомилась со всеми, меня зовут Ира Москвитина. Я являюсь тем человеком, который привил инициативу на проведение подобных встреч. Сегодня в рамках итогов посвятительского проекта «Эко-косм» у нас состоится третья встреча. Она посвящена теме биоразнообразия, которая, судя по количеству людей, да и в целом, предлагала, что будет не слишком популярной, но не менее значимой, чем все предшествующие и последующие темы, которые будут раскрываться в рамках нашего проекта. Я думаю, что больших долгих вступительных слов не нужно, поэтому мы... Ну, я просто очерчу такой план встреч, он будет состоять из трех частей. Первая часть будет состоять из освещения глобального аспекта по биоразнообразию, то есть конкретно, что она под собой подразумевает, почему об этом важно знать. Вторая часть будет более локальной и представлять собой региональный аспект, ну и конкретно для Волгоградской области, чем мы поделимся, точнее, чем поделится с нами Дима Нечаевна. Ну и третья часть, она тоже будет достаточно краткой и будет содержать в себе промежуточный отчет по работе проекта уже практической направленности. Поэтому я думаю, что мы начнем, и... Виталия Николаевна, пожалуйста, выбираю лично. Всем здравствуйте, очень рада вас здесь видеть. Меня зовут Наталья Николаевна, я так представлюсь более официально, чем Юрина представляет обычно всех спикеров здесь, ну, просто потому что я преподаватель, я привыкла к такому обращению, но если вам захочется, вы можете обращаться ко мне просто по имени. Несмотря на то, что я работаю в ЮСИ, я постараюсь сегодня быть не очень академичной, не знаю, насколько мне это удастся, но если я буду очень заносствовать, и вы начнете засыпать, вы делайте какие-нибудь движения, чтобы я начала рассказывать вам какие-нибудь более интересные вещи. Итак, как сказала Ирина, сегодняшняя наша встреча посвящена биологическому разнообразию. И я хотела бы начать с того, чтобы мы с вами попытались разобраться вообще в том, что же такое биологическое разнообразие. Один достаточно известный американский биолог Эдвард Уилсон сказал, что биоразнообразие составляет саму суть жизни. Действительно, мы с вами не можем представить себе живую природу без разнообразия. Но существует, конечно же, и более научное определение этого понятия, которое было дано в конце XX века Всемирным фондом охраны дикой природы. Биологическое разнообразие — это все многообразие форм жизни на Земле, миллионов видов растений, животных, микроорганизмов, с их наборами генов и сложных экосистем, образующих живую природу. Давайте попробуем в этом определении с вами разобраться. Значит, здесь можно вычленить в этом определении следующий пункт, так сказать. Что биологическое разнообразие может рассматриваться на трех основных уровнях. Один из этих уровней — это видовое разнообразие. На нашей планете существует огромное количество видов живых организмов от самых примитивно устроенных бактерий до очень сложно организованных растений, животных, грибов и так далее. Второй уровень биологического разнообразия — это генетическое разнообразие. Этот уровень отражает то, что все живые организмы уникальны по своему набору генов, но, несмотря на это, между ними есть определенные сходства. Это сходство особенно близко между организмами, относящимися к одному виду. И именно это сходство по генотипу позволяет организмам одного вида размножаться и давать плодовитое потомство. Но в то же время мы можем говорить о том, что каждая особь уникальна, и даже потомки одних родителей индивидуальны и не похожи друг на друга. Точно так же, как и мы с вами, все абсолютно разные, найти двух одинаковых людей на планете невозможно. Ну и, наконец, третий уровень биологического разнообразия рассматривает разнообразие сообществ живых организмов или экосистем. И, соответственно, называется этот уровень экосистемное разнообразие. На нашей планете существует огромное количество различных сообществ живых организмов, и каждый из них характеризуется своим уникальным набором живых организмов и факторов, компонентов неживой природы, которые входят в эти экосистемы помимо живых организмов. Мы с вами сегодня сделаем упор более сильный на том, что поговорим о видовом разнообразии, поскольку чаще всего именно видовое разнообразие привлекает людей, с одной стороны. С другой стороны, оно им более понятно, когда мы говорим про какие-то виды организмов. Это более ясно даже людям, которые имеют очень косвенное отношение к биологии. Ну и, с другой стороны, различные меры охраны, они тоже достаточно часто применяются как раз относительно конкретных видов живых организмов. В настоящее время валидно описано от полутора до миллиона семиста пятидесяти тысяч видов различных живых организмов. Но для мебиологов объясню страшное слово валидно. валидно означает то, что эти виды описаны признанными, признаны учеными как самостоятельные виды. Но, несмотря на то, что, казалось бы, цифра достаточно большая, полтора миллиона, тем не менее, многие авторы считают, что это далеко не все виды, которые населяют нашу планету. И дальнейшие исследования позволят открыть ученым еще большее количество видов. И, возможно, их число реальное составляет не менее десяти, а может быть, даже до тридцати пяти миллионов. И в настоящее время рассказывается вот такая интересная точка зрения о том, насколько изучены разные группы живых организмов. Вы видите, что они все характеризуются разной степенью изученности. И также здесь показаны перспективы, которые могут ожидать нас с вами при изучении каждой из вот этих групп животных. Но самой перспективной для исследования, наверное, является такая группа, как насекомые. По прогнозам ученых, не менее 8 миллионов видов может в этой группе насчитывать, хотя сейчас известно около миллиона всего. Поэтому, если кто-то все-таки решит посвятить свою жизнь открытию новых видов организмов, у вас еще есть огромное поле для деятельности. Ну и считается также, что в настоящее время биологическое разнообразие, которое существует на нашей планете, оно максимальное за весь период развития, за всю историю развития нашей планеты. То есть сейчас на нашей планете существует максимальное количество видов, которые когда-либо одномоментно существовало. И несомненно, что вот это огромное видовое разнообразие, оно объясняется тем, что биологическое разнообразие прошло очень длинный этап формирования на нашей планете. Все виды живых организмов, которые существуют на нашей планете, когда-то возникли, пережили или переживают период расцвета, и когда-то они исчезнут. Часть организмов уже исчезла, мы их с вами никогда не увидим. Часть еще не появилась, и мы их тоже с вами не увидим. Это сигнал, что мне нужно говорить более интенсивно и чаще переключать кадры. Но и на самом деле в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что палеонтологи, ученые, которые занимаются изучением ископаемых останков животных, говорят о том, что в истории развития Земли существовало несколько крупных вымираний живых организмов. Вот они здесь, в виде такой диаграммки, изображены. Эта диаграмма показывает количество видов, которые существовало на нашей планете на разных этапах ее развития. И некоторые из этих вымираний были очень существенными. Например, среди палеонтологов очень широко известно так называемое великое вымирание или величайшее массовое вымирание всех времен, пермско-триасовое вымирание. Вот посмотрите, здесь как резко график уходит вниз. Это вымирание произошло по геологическим меркам относительно недавно, всего какие-то 252 миллиона лет тому назад. И, как утверждают палеонтологи, в этот период на нашей планете вымерло почти 96% морских организмов и около 70% наземных организмов. Еще одно крупное вымирание произошло совсем уж недавно по меркам палеонтологов. Вот оно называется. Оно мелпалеогеновое вымирание. Состоялось оно примерно около 60 миллионов лет назад. И тоже оно было достаточно существенным. Затронуло 25 классов из 33 существовавших в то время. То есть мы с вами видим, что живые организмы вымирали на протяжении истории Земли всегда. Ну и возникает вопрос, почему же сейчас люди стали так активно обсуждать вопрос, я часто пользовалась пультом, почему люди сейчас стали так активно обсуждать вопрос о вымирании живых организмов. Может быть, это вымирание на самом деле не является чем-то страшным. Может, это просто очередное закономерное вымирание, которое должно произойти по логике через какой-то определенный промежуток времени. И нужно сказать, что многие ученые на самом деле так и думают, что беспокоиться нам не о чем. Но в то же время существует множество свидетельств того, что за последние несколько столетий ряд видов живых организмов исчез с лица нашей планеты как раз из-за деятельности человека. Но некоторые из этих примеров, вы, может быть, помните из школьного курса биологии, они очень наглядные, поэтому всегда их приводят, и всегда они как-то всем в душу западают. Я тоже некоторые из этих примеров назову. Первый пример – это удивительный организм Стеллерова корова, родственник современных ламантинов и дюгоний, которая была уничтожена в течение 27 лет после того, как ее впервые описали участники экспедиции Витуса Берингу. Совершенно мерное существо, огромных размеров, больше 8 метров особи достигали в длину, безобидное, ни на кого не нападало уж, тем более на участников экспедиции. Но в результате интенсивной охоты на этого представителя полностью вид был острелён. Ещё один пример – это дронт, нелетающая птица, которая обитала на острове Маврикий. И первое научное описание этого вида было сделано в 1598 году, а последняя зафиксированная встреча относится к 1662 году. То есть за 64 года тоже полностью всех этих птиц уничтожили. Ну и, наконец, ещё вот такой вот пример – странствующий голубь. Это вид, который обитал на значительной части территории североамериканского континента, и численность его оценивала с порядка 3-5 миллиардов. Ну, вы знаете, да, что численность человека сейчас оценивается с порядка 7 миллиардов, то есть их было чуть меньше, чем нас сейчас, столько, сколько людей было в конце 20 века. Считалось, что этот вид был одним из самых многочисленных видов птиц на нашей планете. Тем не менее, жители североамериканского континента, поставив перед собой цель, шли к ней верными шагами, и чуть больше, чем за 100 лет, этот вид в результате браконьерской деятельности был полностью уничтожен. Последняя голубка, женская особь этого вида, умерла в зоологическом саду города Цинциннатия в 1914 году. Произошло это в результате совершенно безбожных методов охоты, которые применялись местными жителями при уничтожении этого вида. Таких примеров, на самом деле, можно привести огромное количество. И за последние 400 лет существуют зафиксированные данные о том, что вымерло огромное количество видов живых организмов. Но нам сейчас с вами не совсем понятно. Вымерла корова с Тейлерово, вымер дронт, вымер странствующий голубь, но в целом можно говорить, что мы с вами сейчас живем неплохо и без этих животных, и как-то особо не страдаем. Почему же тогда так важна вот эта проблема сохранения биологического разнообразия? Существует на это несколько причин. Во-первых, все виды живых организмов, которые существуют в биосфере, они связаны между собой и с компонентами неживой природы множеством взаимодействий. И именно вот это множество взаимодействия обеспечивает то состояние равновесия, в котором находится биосфера. Человек тоже организм, который живет в биосфере. И нужно сказать, что человек как вид возник относительно недавно. Возник он в стабильных условиях биосферы, когда в биосфере было достаточное содержание кислорода, достаточно благоприятный температурный режим и другие факторы. И точно так же, как другие виды живых организмов, человек как живое существо достаточно требователен к условиям среды, в которой он обитает. Если эти условия среды изменятся даже незначительно, человек не сможет существовать. Кроме того, имеются еще и экономические предпосылки того, почему человек не может существовать без биосферы. На самом деле можно сказать, что все, что мы с вами сегодня имеем, как люди, человечество в целом, мы получаем от природы. То есть все продукты питания, волокно для производства одежды, лекарства, строительные материалы, многие полезные ископаемые, все это продукты биосферы. Почва является продуктом биосферы и создается и поддерживается живыми организмами, которые в ней обитают без почвы, не может быть сельского хозяйства. Климат на региональном и локальном уровне тоже поддерживается живыми организмами. Но и даже кислород, которым мы с вами дышим, каждый день не прекращая, это тоже продукт жизнедеятельности живых организмов, поэтому без них мы не сможем существовать. Некоторые ученые высказывают крамольную мысль, ну и не только ученые, наверное, что, наверное, для существования человеку вовсе не обязательно, чтобы в биосфере рядом с ним обитало полтора, два, или может быть даже 35 миллионов видов живых организмов. Но, к сожалению, а может быть к счастью, мы не знаем, где проходит нижняя граница, то есть какое минимальное количество видов живых организмов нужно для того, чтобы биосфера сохраняла стабильность и продолжала свое существование. То есть уничтожая живые организмы и способствуя своей деятельностью их вымиранию, мы можем сами не заметить, как перейдем ту черту, за которой существование и биосфера, а значит и нашей с вами, станет невозможной. Ну и... Да, прошу прощения, сейчас вернусь. Это я просто, чтобы компьютер не выключался, на всякий случай переключая слайды. Значит, и... Также нужно сказать, что биосфера, она имеет для человека не только экономическое значение, на самом деле биосфера имеет для человека еще и, можно сказать так, косвенное экономическое значение, поскольку она приносит человеку и материал, и вдохновение для различных видов деятельности, для научной деятельности, для искусства, живописи, создания произведений, литературы, даже для воплощения некоторых задумок, которые касаются, например, танцевального искусства, тоже вдохновение здесь можно черпать в природе. Ну и, кроме того, можно говорить о том, что для людей, которые относятся к разным религиозным конфессиям, или придерживаются какой-то определенной философии в жизни, или относятся к разным культурам, существует еще такое понятие, как этическое отношение к природе и бережное отношение к природе. Основания для вот этого бережного отношения к природе могут быть самые разные. Можно, например, верить в то, что все живые организмы имеют божественное творение, поэтому их нужно сохранить, поэтому они имеют право на жизнь. Можно говорить о том, что все живые существа и вся природа в целом обладают красотой, хрупкостью, уязвимостью и взывать к чувству прекрасного человека. То есть получается, что имеет живая природа для человека не только экономическое значение, но еще очень важное культурное, эстетическое, этическое и так далее. Поэтому я надеюсь, что я вас убедила в том, что биосфера должна продолжать существовать, и в том, что действительно нам стоит продолжать прикладывать усилия для ее сохранения. Но для того, чтобы эти усилия прикладывать, нам нужно понимать, что же конкретно приводит к сокращению биоразнообразия. Таких причин выделяют несколько. Одно из самых главных в количественном отношении является утрата места обитания. Здесь мы должны в первую очередь говорить о том, что значительная часть территорий в настоящее время подвергается сельскохозяйственной обработке. Соответственно, там, где существуют сельскохозяйственные поля, естественные сообщества уничтожаются. Кроме того, очень большие территории в настоящее время застроены населенными пунктами, городами, застроены различными транспортными магистралями. И все это выводит эти земли из общего баланса биосферы. Они, соответственно, не могут уже выполнять те функции, которые они ранее в биосфере выполняли. Вторая причина, которая приводит к сокращению биоразнообразия, это чрезмерная эксплуатация отдельных видов живых организмов. Мы с вами знаем такое устойчивое выражение, что спрос рождает предложение. И если какой-то вид живых организмов пользуется повышенным спросом со стороны разных людей, например, коллекционеров, тех, кто изготавливает какие-то лекарства и тому подобное, то вид, который востребован, будет местным населением уничтожаться практически до нуля, чего бы ему это ни стоило и каких бы усилий не приходилось бы при этом прикладывать. Ну, вот вы видите, здесь, может быть, не совсем четко видна в черно-белом варианте эта картинка, на самом деле очень показательный пример того, как местное население целенаправленно уничтожает конкретный вид живых организмов. Здесь молодой человек несет огромное количество отловленных им амурских копчиков. Птица, которая занесена в Международную Красную Книгу, является охраняемой, но на пути своих миграций копчики часто останавливаются на некоторых территориях в Индии, собираются там в большом количестве, и местное население ловит их, использует при этом огромные сети, и вот в таких огромных количествах вылавливая, потом просто поедает. Сам копчик весит в чистом виде мяса, там будет грамм 200, поэтому с одного копчика не наешься, приходится их добывать в очень большом количестве. Это несмотря на то, что многие страны, на территории которых копчик встречается, в том числе и Россия, подписали соглашение о его охране. Местное население добывает его в данном случае для того, чтобы удовлетворить свою потребность в пище. Ну и здесь на этой карте показано, как на территории нашей планеты, на разных территориях распределены зоны, в которых живые организмы подвергаются наибольшей эксплуатации со стороны человека. И вы видите, что как раз вот южно-азиатский регион, самый густонаселенный, один из самых густонаселенных регионов на нашей планете, он характеризуется тем, что здесь наиболее интенсивно идет добыча, эксплуатация разных видов живых организмов. Еще одна причина, которая является очень серьезной при исчезновении видов живых организмов, это наличие, появление чужеродных инвазивных видов. То есть видов, которые не свойственны для данной территории или акватории, а по каким-либо причинам попали туда. Причины инвазии могут быть самые разные. Когда-то очень существенной причиной распространения чужеродных видов была европейская колонизация, когда европейцы в эпоху Великих Географических Открытий активно плавали по океанам, открывали новые материки, острова и тому подобное, заселяли эти территории. И во время своих путешествий на островах они оставляли домашних животных, кур, коз и тому подобное, чтобы на обратном пути можно было остановиться, их поймать и съесть. Ну и кроме того, приезжая жить в какие-то новые места, они хотели видеть рядом с собой своих привычных домашних животных. Очень часто эти европейские животные вытесняли местные виды живых организмов, ну и соответственно местные виды живых организмов погибали. Может происходить инвазия в результате случайного привноса. Такой очень показательный пример – это серая крыса, которая вообще в принципе имеет азиатское происхождение, но с кораблями, помимо воли человека, нужно сказать, распространилась сейчас и обитает на всех континентах на нашей планете. Дальше. Ещё одно направление, благодаря которому появляются чужеродные виды – это сельское хозяйство. Когда какие-то виды живых организмов человек начинает искусственно разводить с целью получения от них каких-либо продуктов, часто случается так, что эти виды убегают из неволи или из культуры, поселяются в естественной среде и начинают конкурировать, например, с местными видами. У нас на территории нашей страны тоже имеются примеры такого вот не очень обдуманного введения в эксплуатацию ряда видов организмов. Например, из Америки завезли и разводят у нас, ну как, впрочем, и в остальной части Европы, американскую норку. Американские норки – животные юркие, периодически из неволи убегают и вполне благополучно выживают в наших условиях в естественной среде. И у нас есть наш родной исконный вид – европейская норка, которая оказалась не такой агрессивной по сравнению с американской, чуть меньше размерами, и поэтому американская норка нашу европейскую благополучно вытесняет. Наша сокращает численность, американская численность увеличивает. Ну и, наконец, еще один пример того, как могут появляться чужеродные виды – это преднамеренная акклиматизация, когда человек специально завозит какие-то виды живых организмов, находя для них, как ему кажется, подходящие места обитания. Но очень активная акклиматизация в том числе проводилась и в нашей стране в начале XX века, в первой половине XX века. Тогда было очень широко распространено учение о свободной экологической нише и считалось, что если в природе есть подходящие условия, но нет организма, который мог бы в этих условиях существовать, нужно туда кого-нибудь вселить. И вот, например, к нам на территорию европейской части России заселили таким образом андатру, тоже из Америки северной, кстати говоря, это такой засланный казачок. Вот, андатра оказалась очень неприхотливым животным, заселяли ее изначально как пушного зверя, когда-то очень пользовались популярностью андатровой шапки. Ну, наверное, не все из вас застали такую моду, я еще помню, как родители, бабушки, дедушки бегали за этими шапками. Вот, и андатры благополучно расселились, сейчас их можно встретить где угодно, даже в пределах городской черты. Я даже как-то на городском пляже, летом загорая, видела проплывающие мимо андатру, она вызвала ажиотаж среди отдыхающих. Вот, но андатра, несмотря на то, что это грызун, казалось бы, существо мирное, тем не менее достаточно агрессивно и стало вытеснять некоторые виды наших местных живых организмов, например, выхухоль, очень своеобразное животное, которое встречается только на территории нашей страны. Еще одна причина, почему может сокращаться биологическое разнообразие, это изменение климата. У нас в прошлый раз была целая встреча посвящена этой проблеме, поэтому я не буду подробно останавливаться, скажу, приведу только один пример, что из-за таяния ледников в Арктике сокращаются места обитания для многих полярных видов. Ну и, наконец, еще одна очень важная причина сокращения биоразнообразия, это загрязнение. Мы с вами много наслышаны и о кислотных дождях, и о разливах нефти, и о попадании в окружающую среду других загрязняющих веществ, но, на мой взгляд, одним из таких самых показательных примеров является пример с использованием человеком ДДТ. Ну, наверняка, вы все слышали про такое вещество. В 50-е, 60-е годы 20-го века активное вещество использовалось в сельском хозяйстве как гербицид, то есть для уничтожения вредных с точки зрения человека организмов, приносило использование ДДТ очень хорошие результаты, то есть очень эффективно было его использование в сельском хозяйстве, но через некоторое время выяснилось, что ДДТ накапливается в телах живых организмов и передается по цепям питания. Причем, чем выше стоит организм в цепи питания, тем больше в его теле накапливается вот этого самого вещества. И особенно от ДДТ пострадали птицы, в частности хищные птицы и рыбоядные. В их телах содержание ДДТ составляло в миллионы раз больше, чем его было, например, в воде, в которой ДДТ смывался с полей. И самое интересное, что по современным данным Всемирной организации здравоохранения на нашей планете нет ни одного новорожденного человека, я имею в виду, в теле которого не содержалось бы какое-то количество ДДТ. И ДДТ обнаружен даже в тканях, в телах пингвинов, которые обитают в Антарктиде, где, как вы понимаете, никогда сельского хозяйства никакого не было. Кроме вот этих пяти причин, существует еще множество других факторов, которые могут оказывать влияние на биоразнообразие, вызывать его сокращение. Некоторые из них являются слабо изученными, некоторые второстепенными. К таким факторам можно отнести, например, природные катастрофы, фактор беспокойства, собирание, коллекционирование и так далее. Но для ряда видов организмов эти факторы могут быть главными и играть существенную роль в снижении их численности. Для того, чтобы нам разобраться, можем ли мы каким-либо образом противостоять всем этим факторам, вызывающим сокращение биоразнообразия, мы должны с вами определиться также с тем, какие особенности живых организмов делают их более уязвимыми к действию вот этих различных факторов. Ну и, соответственно, скажем несколько слов о причинах уязвимости видов. Ой, как тут интересно оказывается. Значит, к этим причинам относят, во-первых, обитание в неустойчивой среде. Те виды, которые обитают в среде, подверженной постоянным изменениям, являются одними из первых кандидатов на вымирание. В качестве примера можно привести вот такого красивого белоснежного журавля с терхом. Ну, может быть, вам доводилось видеть, пару лет назад по всем центральным каналам крутили сюжет о том, как наш достопочтенный президент летал на мотодельтаплане и учил летать журавля с терхом. Значит, вообще, стерхи, они привязаны в своем обитании к болотам. Болота крайне неустойчивые сообщества, вернее, они перестают быть устойчивыми в результате деятельности человека, когда человек, например, активно их осушает, и, соответственно, стерхи свою численность сокращают. Раньше они были очень широко распространены, сейчас они обитают в Западной Сибири, и существует еще популяция, которая обитает в северо-западной части, в европейской части России. Но нужно сказать, что раньше стерхи встречались и на территории нашего региона. Во время миграции, правда, но тем не менее. Сейчас мы их с вами увидеть, ну, можем вот разве что на картинке. Еще один фактор, который делает виды уязвимыми, это обитание на островах. Среди множества видов, которые к настоящему времени прекратили свое существование на нашей планете, большую часть составляют как раз обитатели островов. Вот здесь в качестве примеров приведена фосса. Это хищник крупный, который обитает на Мадагаскаре. И фосса, она демонстрирует нам еще и третью особенность живых организмов, которая тоже делает их уязвимыми. Это принадлежность к высшим трофическим уровням. Ну, здесь достаточно много биологов. Для них это будет понятно без объяснений. Поэтому для тех, кто далек от биологии, попытаюсь объяснить попроще. Все живые организмы в любом сообществе выстраиваются в пищевые цепи. То есть, кто кого поедает последовательно. И на верхушке этих пищевых цепей всегда находятся крупные какие-то хищники. И в экологии существует такое правило, которое получило название правило экологической пирамиды. Суть этого правила заключается в том, что при переходе от одного уровня к другому численность живых организмов уменьшается как минимум в 10 раз. Соответственно, те организмы, которые будут стоять в конце этой пищевой цепи, их численность будет минимальна. То есть, численность хищников всегда в разы меньше, чем численность растительноядных животных. И уж тем более меньше, чем численность растений. Далее. Еще одной особенностью, которая делает организмы уязвимыми, является то, в каких местах они встречаются. То есть, особенности их распространения. Если организмы привязаны к каким-то строго специфическим условиям, то, соответственно, при исчезновении этих условий они также погибают и перестают существовать. Ну и, наконец, под угрозой исчезновения находятся организмы, которые характеризуются малыми размерами популяции. Если численность особей очень мала, то это означает, что любое негативное воздействие на популяцию, оно может оказаться фатальным. То есть, например, эпидемия, распространение каких-то паразитов, какой-то природный катаклизм и так далее. В качестве примера вида, который обладает вот такой особенностью, малым размером популяции, можно привести дальневосточного леопарда. Вы тоже, наверное, знаете, в прессе активно обсуждаются вопросы его сохранения и численность особей в природе исчисляется буквально единицами. И фактически мы с вами можем говорить о том, что этот вид уже в природе, в естественных сообществах, по сути, свою функцию как крупный хищник перестал выполнять. Вот эти вот все особенности, они делают организмы максимально уязвимыми к различным воздействиям. Что можно сделать для того, чтобы живые организмы сохранить? Можно сказать, что, наверное, так активно заниматься сохранением и выяснением вопросов того, как можно сберечь виды живых организмов, люди стали только в 20 веке. И очень важной датой вот в этом деле явилась конференция ООН по устойчивому развитию, которая состоялась в 1992 году. После этой конференции многие страны начали принимать, разрабатывать национальные стратегии сохранения биоразнообразия. и эти стратегии, они призваны по возможности сохранить живые организмы, разные виды живых организмов и места их обитания. И выделяют следующие основные направления, по которым должна вестись работа для того, чтобы было возможным биоразнообразие сохранить. Во-первых, это управление сельским хозяйством и биоразнообразием. В настоящее время предлагают вести сельское хозяйство таким образом, чтобы максимально сохранить естественную природную среду. То есть попытаться организовать сельскохозяйственную деятельность так, чтобы с одной стороны и люди не оставались голодными, кушать хочется всем и всегда практически, но в то же время, чтобы минимально травмировать естественные сообщества и сохранить виды живых организмов. Второе направление это регулирование инвазивных видов, то есть нужно препятствовать проникновению чужеродных видов организмов, ну а там, где они уже есть, пытаться каким-то образом от них избавляться. Далее, управление торговлей объектами дикой природы и их использованием. Здесь тоже очевидно, государство должно какими-то силовыми методами этот вопрос решать, наказывать за торговлю, либо наоборот поощрять тех, кто пытается препятствовать незаконной торговле. Еще одно направление это развитие сетей особо охраняемых природных территорий. К особо охраняемым природным территориям относятся заповедники, национальные парки, природные парки, заказники и считается, что особо охраняемые природные территории это в настоящее время наиболее предпочтительная форма охраны природы, потому что при этом сохраняется не отдельный какой-то вид организмов, а сообщество организмов в целом. То есть сохраняется как раз вот это равновесие и баланс. Ну и наконец еще одно направление это введение красных книг. Вообще нужно сказать, что красные книги представляют собой не законодательный документ, носят они рекомендательный характер и в них отражены сведения о видах живых организмов, которые находятся под угрозой вымирания. Первая красная книга, впервые идея создания красной книги была выдвинута в 1963 году Международным Союзом Охраны Природы и вот с тех пор создаются красные книги, есть красная книга глобальная, есть красные книги практически в каждом государстве на нашей планете, ну и все чаще появляются региональные красные книги, так у нас в Волгоградской области тоже есть своя красная книга, куда занесены виды живых организмов, находящиеся под угрозой исчезновения, и вот здесь показано, что существует несколько категорий, к которым можно относить живые организмы, да у меня же есть суперуказка, организмы распределяются по этим категориям в зависимости от того, каков их статус в нынешнее время, и включает в себя красная книга, как описание организмов уже исчезнувших, так и описание организмов, которые в том числе и благодаря деятельности человека начинают свою численность восстанавливать и в настоящее время возможность их исчезновения несколько отодвинулась во время. Но кроме того, что возможно сохранение биоразнообразия на уровне мирового сообщества, на уровне правительств отдельных стран, мне кажется, что каждый человек может внести посильный вклад в сохранение биоразнообразия. На самом деле для этого очень много не нужно. Мы с вами назвали основные причины, которые влияют на сокращение биоразнообразия. И мне думается, что начав с элементарных вещей, как-то незагрязнение окружающей среды, бережное отношение к природе, мы с вами можем достаточно далеко продвинуться в направлении сохранения природы. Но и еще с моей точки зрения как преподавателя, надеюсь, что многие из вас с этим согласятся, очень важную роль в сохранении биоразнообразия играет также воспитание подрастающего поколения, чем, собственно, Ирина и мы все с ее подачей здесь отчасти занимаемся. И это воспитание, оно на самом деле может начаться с малого, хотя бы с того, что вы начнете приглядываться к живым организмам, которые обитают рядом с вами и займетесь их изучением. Пускай пока на любительском уровне, но поверьте, даже простое наблюдение за живыми организмами, оно вам принесет очень большое удовольствие. У меня все. Спасибо. Если у вас возникли какие-нибудь вопросы, я готова с удовольствием на них ответить. я буду считать, что мой рассказ был очень исчерпывающим. Спасибо. Я передаю слово следующему докладчику. паузу. Пусть пока погореть. Ну, я водную часть скажу. Ну, во-первых, я бы хотел сразу пояснить, почему красная, черная и панда. Потому что названия, как всегда, такие необычные. Ну, я думаю, что, может быть, кто-то догадался, что красная это красная книга, черная это как бы черная книга, это вымершее животное. А панда это как символ охраны биоразнообразия сейчас в мире, потому что действительно, ну, я вот уже делился перед началом, что этот зверь собирает наибольшее количество денег в благотворительности. То есть, на него охотнее всего складывается, и поэтому, по сути, панда тащит за собой весь этот паровоз охраны стерхов, там, тюлени и так далее. Вот. Хотя, саму панду мы, скорее всего, не спасем-то, ну, возможно, она останется в зоопарках, но в природе, вероятнее всего, она исчезнет, но она помогает этому делу. Вот. Моя часть, я надеюсь, будет, как всегда, с примерами, кратенько, чтобы вас сильно не утомлять, это проблема сохранения биоразнообразия в Волгоградской области. и вот можно переключать, в принципе, да. Да. Ну, собственно, что нужно сказать, что наша область, это не исключение всего мира, все те проблемы, которые существуют с биоразнообразием во всем мире, они, собственно, те же самые абсолютные в нашей области, поэтому повторяться я не буду о причинах сокращения биоразнообразия, также все это нас касается по поводу вообще биоразнообразия в Волгоградской области, но тут вещь эта довольно туманная, я так, когда я смотрел на Таня Николаевна презентацию, мне тоже захотелось, надо было сделать такие столбики, но по Волгоградской области, а потом я понял, что получится то же самое, то есть, в принципе, крупные животные нам известны, которые обитают в Волгоградской области, ну, там с насекомыми моллюсками чуть похуже, с насекомыми, есть группы, которые очень слабо изучены, а все остальное катастрофично, плохо изучено, то есть, например, вот паукообразные в Волгоградской области, это тема, в которой можно, я думаю, совершить кучу открытий, потому что ими мало кто у нас занимался серьезно, простейшие бактерии те же, можно брать экогруппу какую-нибудь, например, почвенные организмы, организмы подземных вод и так далее, то есть, в принципе, очень большое количество белых пятен существует, но поэтому количественно оценить наше биоразнообразие трудно, но, наверное, счет идет за десяток тысяч видов, а там уже нужно подходить к вопросу конкретно. Ну, собственно, что еще следует сказать? Волгоградская область у нас географически расположена так, что мы не самый такой разнообразный в плане биологических ресурсов регион мира, да, но что-то, какие-то особенности у нас есть. Мы существуем в такой переходной зоне, где существует какая-то северная интересная степная часть, внизу у нас полупустыня, большое количество водоемов, притом больших, Волга и Дон, обеспечивает нас тоже с таким серьезным биоразнообразием. Очень интересно заволжская часть, а где тут волшебная указка? Я так и не знаю, что надо нажимать, да, вот, то есть вот это заволжья, где совершенно особенные условия, универсай, соленые озера и так далее. То есть, в принципе, у нас есть, что посмотреть, есть, что изучать и есть, чему исчезнуть, к сожалению. Так, ну и, собственно, по примерам пройдемся, то есть причины, как я уже сказал, те же самые, ну, к примеру, разрушения мест обитания видов, мы все прекрасно видим в нашей области, что у нас также есть сельхоз поля, также вспахивают и уничтожают, вот, я привел такой пример необычный, чтобы вам было так, это, как прилегающие сельхозугодия могут влиять на какой-то объект, в данном случае Цемлянское водохранилище, в которое со всех прилегающих сельскохозяйственных территорий смывается огромное количество, ну, вредно влияющих, в первую очередь, фосфорных удобрений, которые приводят к массовому развитию сине-зеленых водорослей, а в свою очередь, конечно, это упрощает именно экосистему Цемлянского водохранилища, соответственно, нарушает, подрывает популяции тех видов, которые там обитают, ну, в первую очередь, фитопланктон, зоопланктон страдает, меняется состав рыбного населения и так далее. Ну, с другой стороны, как бы Цемлянского водохранилища сам по себе искусственный водоем, то есть, когда его строили, мы уже уничтожили какое-то качество видов, а теперь мы считаем то, что там обитает. Вот, хотя причины экстрафированы, конечно, не только в удобрениях, но вот один из факторов, как видно, есть кто был вот летом на Цемлянском водохранилище в период там ветрового нагона, прекрасно знает, что такое цветение, это нами вот в институте зафиксировано случай, то есть, плотность водорослей настолько была высока, что чайка спокойно передвигалась по воде. Ну, естественно, какие-то шутки сразу возикли по воду чайки, я их не буду произносить. Вот. То есть, вот проблема, с которой нужно решать, решать ее нужно, естественно, путем какого-то регулирования сельскохозяйственной деятельности, без этого никуда не деться. Варварские изъятия видов из природы. Это то, чего я стал лично свидетелем и что меня впечатлило на всю жизнь оставшуюся. Черноморская Шимая, краснокнижный вид, вид, занесенный в Красную Книгу России. Это вид мигрирующий, то есть, он идет у нас вверх по рекам, заходят в малые реки, где нереститься, ну, например, в реке Иловли большие нерестилищи Шимаи находятся, она любит такое быстрое течение на камешках, вот, там же ее и поджидают местные жители Ольховского района, вот, которые изобретательные очень, придумали очень универсальный способ, они там целыми артелями работают, у них там сложная конструкция из веревок, специальная такая сеть придуманная, они ее, а там видно, прозрачная вода, Шимая плывет, они ее просто достают, там они даже не прилагают особых усилий, то есть, просто изымают, естественно, это не одна артель старается на реке Иловле, то есть, ее в период нереста, бессчадного лавы, краснокнижный вид, что уголовное преступление, а на рынке у нас спокойно можно летом купить самую, шимаю, вот, основным таким доводом местных жителей, да ее дофига, я дословно, простите, вот, и так далее, то есть, или, например, это моя река, мой дед тут ловил, и я отсюда не уйду, и буду ловить, вот, то есть, ну, что-то сказать, сказать нечего, уж, очень интересная вещь, это интродукция видов, вот, новый такой наш вселенец, он не совсем новый, но вот недавно совсем обнаружили, это амурский чебачок, дело в том, что в советское время проходила та самая инвазия искусственная, то есть, специально хотели вселить как раз цемлянское водохранилище толстолобиков два вида и белого амура, это ценные виды рыб, которые, ну, они вселили, конечно, но они нереститься там отказываются, то есть, они там не размножаются, их только, если молоть туда запускать, они там растут, а вот случайно абсолютно с ним попала такая маленькая такая рыбка, ну, размером она вот примерно вот такая, ну, попала и попала, никто изначально не обратил внимания, потом ее начали обнаруживать в малых реках, которые прилегают к Дону, в основном Донскому бассейну, где она, этот амурский чебачок, начал развиваться в таких приличных количествах. Как оказалось, по способу питания, он в основном, ну, вот, например, на Дальнем Востоке он, у него большой спектр питания, это зоопланктон, различные, беспозвоночные, которые там на мелководьях часто обитают, а у нас он с удовольствием начал кушать икру рыб, не висящихся, например, таких ценных рыб, как лещ, который мы кушаем. То есть, он, по сути, стал таким, ну, вредителем рыбного нашего хозяйства. Более того, это таможский чебачок, каждый год его регистрируют все больше и больше в количестве местах. На Цемлянском, до конечного, он уже практически в каждом заливе обитает, но вот в акваторию пока не выходит. Но это, мне кажется, дело времени, потому что, видимо, это настолько адаптивный, адаптирующийся, быстрый вид рыб, который, ну, ему просто нужно время, чтобы заселить все. Врагов, естественно, суть по всему, у него немного, непонятно, почему вот его так это. И он, вот во многих ловах, он уже доминирующий вид. Притом, повторяю, что он вытесняет остальные виды рыб, что, конечно, для нас не очень хорошо. Абсолютно маленькая, незаметная рыбка приносит столько проблем. Ну, с антродукцией там можно много говорить, на самом деле, потому что вселяли много и долго. Тот же, там, серебряный карась во многом это продукт искусственного вселения, который сейчас одним из цен стал. Раньше его засорным считали. Так, ну и, собственно, что делается? Конечно, есть и другие проблемы с биоразнообразием. Это я просто несколько примеров привел. Есть проблемы, например, целые экосистемные, то есть мы теряем экосистемы целиком, что как-то проходит мимо, вот виды красными книгами мы как-то спасаем, а экосистемы мы пока с трудом можем это сделать. Ну, например, опять же, за Волжей есть такой уникальный вид экосистем, как, ну, их называют лиманы, по сути своей, это временные водоемы, которые весной собирают талую воду дождевую, а к середине лета они, как правило, пересыхают. Но вот за этот период, когда они существуют, там формируется огромный такой комплекс из беспозвоночных животных, рыбы там, естественно, нет, и там живут уникальные, такие реликтовые, можно сказать, ракообразные, щитни, жаброногие различные, там кормятся на пролетах птицы очень часто, то есть, очень важные экосистемы, которые сейчас, опять же, путем, ну, такой нерациональной эксплуатации местного населения мы лишаемся, ну, и, наверное, изменения климата какие-то тоже влияют на это. Так вот, Красные книги, которые у нас есть в Волгоградской области, у нас новое издание Красной книги вышло в двух томах, при этом 143 вида животных внесено в животную, соответственно, книгу, и растительный, как бы, том, 197 видов флоры, то есть, растений и грибов. Ну, как бы, при желании можно всем ознакомиться, конечно, наверное, нужно сказать, что Красные книги, они как бы не без изъянов, но они дорабатываются, то есть, постоянно проходит какой-то мониторинг тех видов, которые нужно охранять, и скоро, наверное, будет новая редакция, которая как-то подкредитирует. Еще один метод поддержания биоразнообразия Волгоградской области это создание особо охраняемых природных территорий. Ну, у нас довольно много природных, охраняемых природных территорий в Волгоградской области, но большинство из них носят такой характер заказников в основном, то есть, они больше для сохранения каких-то промысловых видов, вот, а есть семь природных парков, которые несут на себе как раз миссию, одну из миссий по сохранению именно биоразнообразия. У нас их семь штук, как я уже сказал, вот, могу показать. Так, ну, это Волга-Октубинская пойма, недалеко отсюда совершенно, это природный парк Ильтонский, Щербаковский природный парк, Нижнихоперский, ой, я забыл, как называется, Усть-Медведевский, да? Усть-Медведевский, Донской, и парк Цемлянские пески. Вот, ну, опять же, создать их создали, большая проблема, конечно, с финансированием, большая проблема именно, вот, сохранение биоразнообразия, потому что на них лежит еще огромное количество различной ответственности, в том числе, там, поддержание туризма и так далее. И, конечно, хотелось бы, ну, для такого региона, как наш, получить какую-то охраняемую территорию, ну, как минимум, национальный парк или даже заповедник, можно так замахнуться, потому что, к сожалению, природные парки, они решают только часть проблем, например, проблемы с местным населением, они никак не решают, практически, потому что местное население очень трудно убеждается, в том плане, что, чтобы им что-то запрещали. Как в Волго-Артуминской пойме, там, скот выгуливают на лугах ценных, так они продолжают это делать. Так же и везде, то есть, очень трудно с местным населением сотрудничать в этом плане, поэтому, нужно как-то ужесточать контроль таких территорий, тем более, они, конечно, очень важны для сохранения биоразнообразия. Вот. Ну, а на фотографиях это знаменитые столбичи Щербаковского парка и озеро перед том, кто не узнал. Ну и, собственно, спасибо за внимание. Да, это я нашел фотографию замечательную, где, это начало 20-го века, где в Волге выловили белугу. Вот такие белуги у нас когда-то обитали, с ними фотографировались. Кстати, абсолютно такой варварский случай произошел года, года три назад на Цемлянском водохранилище. Там выловили, выловили белугу, на которую туда вселяли искусственную. И, как вы думаете, что с ней сделали? Моментально. То есть, с ней, с ней нет, с ней две вещи успели сделать. Это сфотографироваться и на кусочки порезать. То есть, даже у людей не возникло мысли о том, что это какое-то чудо природы, которое, ну, скорее всего, в последнем экземпляре осталось здесь там и живет она там дольше вот этих самих людей, которые ее выловили. Никакой мысли вообще. Меньше суток прошло, ее уже поделили между этими. Обидно. По-моему, года три назад. Я точно не скажу, когда это произошло, но вот где-то ориентировочно три-два года назад. Вот. Теперь слово передаю Ирой. Да, теперь Ирой, понимать слово. Проблемы финансированных, проблем для всяких инициатив и неприбыльных проектов. Я очень просто, кратко и о тех локальных вещах, которые делаются и в основном о батарейках. То есть, это вот как такой символ, с которого мы начали, который имеет перспективу логического завершения вот на этапе организации именно этих пунктов приема. Ну, сейчас копельку о другом. Вот креативное пространство и крата, место, в котором мы находимся, называется так, обратилось с просьбой. Ну, звучало это так, использовать пять полотенец вместо одного бумажного, хотя полотенца позволяют пользоваться одним, понятно, что качество этих полотенец бывает разным. Нужно что-то акцентирующее на этом внимание. родилось это вот, уплатилось точнее в формате подобной, я не знаю, афишки, рекламки. Дима Нечаев предложил потрясающую потрясающую формулировку «вытряя об одежды сохранили лес», но «прилавление цензуры» это в общем звучит так. Касательно другого, другой аспект, мы затрагивали вопрос бытовых привычек, да, вот по поводу «нельзя так говорить, мы воспользуем словом экологичность, экологизация нашего бытового образа жизни». И сейчас столкнулись с тем, что в сетевых продуктовых магазинах «Ман», «Радиш», «Магнит», «Покупочка», «Пятерочки» вернулись, они не предлагают услуг крафтовых пакетов, хотя раньше это было в основном во всех магазинах изъяты, и во многих из них существуют многоразовые сумки для продуктов, но две причины, по которым они не пользуются популярностью, две основные, для девочек они некрасивые, для остальных неудобные, потому что носить их как бы не здорово. А мальчики некрасивые, не, ну девочки обычно выражают свое мнение, что они некрасивые, а мальчики уходят в продуктов магазина часто с... Обычно целлофановые, конечно. Обычно причина, что многоразовые сумки они как бы существенно дороже, чем обычный такой пакет, но это как бы тоже вопрос времени, вот этой формулировки расхожий спрос рождает предложение, то есть если возникнет существенная и постоянная потребность в многоразовых сумках, то как бы в многоразовых сумках факт заключается в том, что цена на них снизится. В чем заключается наше предложение? Очень простое, ну да, здесь все уже понятно, сайт Икея, мы готовы, рассчитывали на большее количество людей, и собственно предложение звучало бы следующим образом, готовы заказать по цене, которая предлагается для сайта Икея, там в каком-то ограниченном количестве многоразовые сумки, очень компактные, достаточно стильные, здесь просто приведен вариант, какие можно выбрать. То есть суть в том, что вы можете оставить заявочку, и мы просто закажем, получим и распространим это по той цене, которую предлагает Икея. Я еще один лозунг привел. Давай. Вернем кошелки. Ну или так, то есть мне кажется, что вот эта вещь, она может оказаться актуальной и востребованной. На самом деле, можно ищить многоразовые сумки, это тоже не возбраняется, но суть в том, что альтернативы есть. Возвращаясь к батарейкам, то есть на данный момент с функционирующих пунктов приема изначально это делалось как символ, потому что завода по утилизации отработанных элементов питания в области и в ближайших регионах у нас нет, и вообще в России этим занимается один завод, совершенно точно и располагается на Челябинске, и соответственно, все пункты, которые собирали батарейки, это Икеи, то есть в разных частях России это медиамаркеты, сейчас этим занимается Эльдорадо, они сертифицированно собирают батарейки и транспортируют туда. То есть в чем заключается принцип наших, принцип работы наших пунктов приемов? В том, что мы не больше, чем посредники. Мы создаем условия и ставим контейнеры, люди приносят эти батарейки, мы это транспортируем в Эльдорадо, Эльдорадо уже в свою очередь это перевозит на пункты утилизации. Хотя на прошлой встрече присутствовала православная Елена Павловна, она заместитель председателя природоохранного комитета и экологии, и она сказала, что... А? Лицензию получили? Ну, далеко еще при лицензии, но она сказала, что среди регионов ближайших к нам поднимается, уже поднялся вопрос того, чтобы организовать один пункт, один завод по утилизации отработанных элементов питания, потому что один регион это не потянет, но если объединиться нескольким, то очень возможно. Как скоро это примет какое-то решение неизвестно, но вопрос уже поднят, что хорошо. На данный момент в Волгограде функционируют 10 пунктов приема. самые востребованные это центральный район и в Рашиловске, то есть в основном там несут, вот в икре у нас на рецепции стоит контейнер, и он в течение недели наполняется, то есть в чем заключается суть? В том, что нужны условия, создаются условия, и люди готовы это сдавать, то есть все гораздо проще, чем может показаться. Хорошая новость и гораздо более масштабная Теледва. Сейчас мы, я думаю, что все обратили внимание, насколько они расширили сеть отделов сотовой связи, они располагаются сейчас во всех районах, в частности Волгоградах, и они связались с нами с предложением, которое заключается в том, чтобы организовать пункты приема в своих салонах сотовой связи. Хорошая новость заключается в том, что благодаря этому весь город будет охвачен, то есть работать мы будем по тому же принципу, они организуют там свои стилистики, педагиды нашего проекта, эти пункты приема, собирать батареи, гид транспортирован в Альдорадо. Ну вот, пару дней назад мы списывались с человеком, который этим занимается, соответственно, они это обсуждаются насквой, вот это все ограничилось формировкой, скорее всего, ответ будет положительный, вот каким он будет, мы узнаем чуть позже, но, ну, как бы, есть шансы и перспективы на логическое завершение этого всего, и здесь больше вопрос, а не предложение, то есть сейчас нужно выйти каким-то образом на людей, работающих в военных частях, может быть, есть ли у кого-то знакомые, заведующие этих частей, потому что, как мне сказали, в, ну, ежеквартально в военных частях образуется огромное количество отработанных элементов питания, и, ну, весьма странным будет вопрос, если придет 20-летняя девочка и спросит, здрасте, а что вы делаете с батарейками, ну, как бы, вряд ли мне на это ответят. Задача заключается в следующем, просто выйти на доверительные отношения с этими ребятами, узнать, что они делают и собирают, скоррелировать военные части с Эльдорадо, в том числе, потому что, я считаю, что, ну, об этом могли бы просто не подумать или некогда заняться, но затраты времени и средства будут минимальными, и ежеквартально транспортировать все это может оказаться мнимо затруднительным, настолько, чтобы этого не делать. То есть, сейчас мы завершаем вопрос работы с батарейками, а позже будем переключаться именно на бумагу, то есть, на сбор, на транспортировку тоже места утилизации и начнем, скорее всего, с университетов и офисных центров. Я думаю, что на этом мы завершим. Спасибо всем, кто пришел. Все, можно, можно, И сейчас я тоже завершу, я должна была начать с этого. Вот мы печатаем, так очень неэкологично, буклеты наших встреч, которые, наверное, в первую очередь предназначены для людей, которые впервые приходят к нам. Давайте я вам так передам, и для того, чтобы... Передам, передам. Передам, передам. Для того, чтобы поделиться, например, со своими детьми. То есть, они построены по упрощенному принципу и отражают именно вопросы конкретные, а что такое биоразнообразие, например, по нашей встрече, зачем мне нужно о нем знать и как я могу поучаствовать в решении существующих экологических проблем. Предложение или просьба заключается в том, что если вам интересна вот эта форма получения, распространения буклетов, и если вы ходите часто или не попадаете на встречу, но хотите быть в курсе этих вещей, оставить свой электронный адрес, и мы просто будем в электронном формате пересылать вам эти буклеты, чтобы не тратить лес и отсутствующее финансирование на печати этих буклет. Поэтому спасибо, Дима. Да. Я прям. Дело в том, что следующая у нас встреча, она как бы должна быть в конце декабря, а в конце декабря что у нас? В конце декабря как бы плавно перетекает начало и нуля, ну и сессия тоже. То есть Новый год. Поэтому мы хотим сделать что-то такое расслабленное, культурное, вот, веселое, поэтому просьба какая к вам, что мы в группе скорее всего откроем какую-нибудь беседу, и там ваши пожелания, может быть кто-то хочет выступить с номером, я вот знаю, Алексей Витальевич, чрево-вещательный номер у него какой-то запланирован. Вот, то есть это скорее всего будет иметь такой формат легкий в виде чаепития, может быть что-то типа капустника, поэтому просьба, ну, Новый год все-таки, что же мы, но при этом мы что-то такое сделаем, наверное, и содержательно, я думаю, не все, не все долго веселится. касательно бытовых привычек, например, эко-украшенная елка, эко-вариант, ну, всякие альтернативы, почему нет? Да, вот, поэтому просьба смотреть в группе и, собственно, активно участвовать. Быть активными, да, и тоже еще одна просьба по поводу ответной реакции, потому что по поводу формата, в котором мы пытаемся донести эту информацию, потому что мы это делаем для того, чтобы она была ясна, и ясна, точка, все, только для этого. Все, спасибо.